МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это наше утро, 29 ноября, предпоследний день осени. Начнем вместе на ОНТ. Время обсудить новости и построить планы на эту среду. Сколько у тебя энергии, Татьяна! Чувствую соскучиваться по нашим телезрителям. Так вот, друзья, неделю назад говорили о качестве его проявлений. И о том, что наступающий год в Беларуси пройдет под этим знаком. Так вот, сказанное, значит, сделано. Глава государства подписал указ об объявлении 2024 года годом качества. А качество? Это не только добросовестный подход к делу, это еще и планирование, потому что без него никак. А в установке целей, достижении результата сегодня есть поводы поговорить подробно о Дмитрии Терехов. Татьяна Рудаковская, а спланировать день поможет наш гороскоп. Еще раз всем доброе утро. Овны. Позвольте себе быть исследователями сегодня. Смело познавайте то, что вам интересно, но по какой-то причине незнакомо. У вас отличный день для поездок и небольших путешествий. У тельцов благоприятный период для того, чтобы заняться самосовершенствованием. Не сидите на месте. Только движение и смена обстановки будут давать вам новые силы и энергию. Близнецы. Ваша любезность, уступчивость и желание угодить каждому принесут должные плоды. Сегодня у вас достаточно просто получится решить немало важных дел. Раки. Силой и напором не всегда можно решить все жизненные вопросы. Не пытайтесь идти на пролом. Грамотно воспользуйтесь шансом улучшить свое служебное положение. У львов прекрасный день, который можно провести с семьей или друзьями. Если вам захочется оказать кому-то помощь, то постарайтесь делать это ненавязчиво и тактично. Дух соревнования будет мешать девам выстраивать гармоничные отношения с окружающими. В череде событий не забывайте уделять побольше времени близкому человеку. Весы. От вашего настроения будет зависеть многое. При этом сохранить его на позитивной волне вам будет достаточно сложно. Попробуйте относиться к любым ситуациям философски. Звезды советуют скорпионам найти в своем графике время для домашних дел. Создание уюта в окружающем пространстве доставит вам невероятное удовольствие. Сегодня стрельцам будет свойственна чрезмерная импульсивность и непрактичность. Не пытайтесь оказывать давление на окружающих и старайтесь не вступать в конфликты. Козерогам стоит уделить время своему здоровью. Эмоциональное перенапряжение и усталость могут стать причиной неожиданных ошибок и просчетов. У водолеев многие дела будут продвигаться по инерции. Вам не придется тратить на них массу энергии. Это позволит вам немного отдохнуть перед очередным важным жизненным этапом. Рыбы. Богатое воображение, неординарные идеи и энергия заставят вас погрузиться в интересный творческий процесс, который в результате принесет вам приятные и ощутимые плоды. Если есть цель, то будет и результат, это и здоровье касается. И, кстати, есть немало способов его укреплять. Один из них – это закаливание. Прямо сейчас все, что вы хотели знать о его пользе и рисках, которые с ним связаны. Путь к моржеванию и купанию в проруби начинается с закаливания и привыкания к холодной воде. Обливание стоп и ножные ванны. Водой обливают нижнюю треть голени и стопы, либо погружают ноги в емкость с водой. Температура воды 27-28 градусов по Цельсию. Через каждые 10 дней ее снижают на 1-2 градуса. Конечная температура обливания ног не должна быть ниже 10 градусов. Длительность процедуры от 30 секунд до 1 минуты. Обливание тела начинать нужно со спины, затем грудь, живот, поочередно руки и ноги. Голова при этом не обливается. Исходная температура воды зимой не ниже 30 градусов, а летом не ниже 28. Температуру снижают каждые 10 дней по несколько градусов. Если после всего этого вы чувствуете, что хотите попробовать себя в купании в проруби или даже плавании в холодной воде, можно приступать к более экстремальной подготовке. В этом случае специалисты рекомендуют начинать с душа. Хотя бы немного постоять под абсолютно ледяной водой. Но стоит помнить, что у моржевания есть и противопоказания. Людям с хроническим тензелитом, астматическим бронхитом, пневмонией, холециститом и отитом врачи рекомендуют использовать более высокую температуру воды в период закаливания. Людям с врожденным пороком сердца, хроническим и острым пелонефритом и аутоиммунными болезнями рекомендуется принимать воздушные ванны. Гулять при разной погоде. Закаливание водой только местное. Со строго индивидуальным подходом. Зима в этом году не считается с календарем. Давно чувствует себя у нас как дома. И очередной циклон с юга добавит работы коммунальным службам. Ну еще здесь у нас зима такая, да? Прям зимушка. Здесь она не проблемная. Зато, друзья, детям радость, нам радость. Снеговик в каждом дворе. А вот чего ждать от погоды в ближайшие дни, узнаем мы в подробностях от нашего Дедушки Мороза. Добрейший утро, уважаемые друзья. Да, на календаре еще ноябрь, но зима наступает по всем фронтам. И сильный порывистый ветер, и снегопады, и высота снежного покрова уже довольно существенная. Поэтому можно кататься на санках, на лыжах и заниматься зимними видами спорта. Но начну сегодня с главного. Сегодня опять ожидается сложные погодные условия. Их принесет очень активный южный циклон, который будет смещаться с юга на север. Поэтому, еще раз, будьте осторожны и внимательны. Ожидается облачная погода. На большей территории ожидается сильный снег. По востоку с мокрым снегом. Там же налипание мокрого снега. Ветер ожидается переменных направлений порывистый. Временами сильный порывистый порывы ветра будут достигать до 15-20 метров в секунду. Слабый гололед, и на дорогах местами будет скользко. Но температура воздуха ожидается очень контрастная. От плюс 2 градусов по востоку до минус 7 градусов у нас по западу нашей страны. Но какая погода ждет нас далее, расскажу прямо сейчас. Итак, в четверг сохранится влияние циклона, который медленно, но уверенно будет смещаться на центральные регионы России. Ожидается облачность с небольшими прояснениями погоды. В большинстве регионов прогнозируется снег. По востоку с мокрым снегом. Ожидается слабое гололедное явление. Ветер сохранится порывистый. Слабая метель. Поэтому, кто будет за рулем, будьте осторожны и внимательны. Температура воздуха в ночные и утренние часы от минус 4 по западу до минус 11 по северо-востоку. Там же при прояснениях до минус 13 градусов. Днем от нуля до минус 7. В пятницу с ростом атмосферного давления погода немного улучшится. Ветер стихнет, а осадки будут носить такой небольшой кратковременный характер. Температура воздуха днем от нуля до минус 6. И предварительно в первые зимние выходные дни погода порадует. Она будет такой спокойной, неветренной. И погода будет благоприятна для того, чтобы выйти на улицу, заняться зимними видами спорта. И вообще насладиться хорошей зимней и прекрасной погодой. Вот, как бы, говорит, нам ночь простоять, день продержаться. Вот именно сегодня самый ненастный день в ближайшие дни. Самое прекрасное, Дмитрий, в вашем прогнозе погоды, это вот эти снежинки на графике, которые он нарисовал. Да, очень красиво. Да, это вот как-то согревает сердце, понимая, что вот как у нас в студии тоже снежинки. Ловите их, друзья. Пусть они тают в ваших руках. Или во рту. Всем доброго утречка. Санки, лыжи, коньки, тюбинги и прочие детские радости зимы может обмрачить, к сожалению, болезнь. И самый простой способ борьбы с вирусами – это прививка. Что нужно учесть при вакцинации, расскажет врач прививочного кабинета столичной детской поликлиники номер 4 Андрей Зыли. Доброе утро. Доброе утро. Вакцинацию можно проводить круглый год, в том числе и зимой. Конечно, зимой есть свои особенности. Это, во-первых, и холодная погода, то, что дети больше одеваются, приходят, то, что составляет определенные трудности. Точно так же то, что повышается в этот период и заболеваемость, в первую очередь вирусными острыми заболеваниями. Но, тем не менее, когда нет такого большого подъема заболеваемости, в том числе как гриппом, вакцинация проводится в плановом обычном порядке. Осмотр врача перед прививкой проводится вакцинацией. Каких-то дополнительных больших особенностей в этот периоде больше нет. Тоже своеобразная прививка. Красоты утренние. Спасибо большое, друзья. Ну, в общем, выбрать теперь за вами, уважаемые родители. Ну, наверное, и взрослым тоже прививка не повредит. Доброе утро. Сейчас в эфире проект 112. В нем мы знакомим телезрителей с работой Министерства по чрезвычайным ситуациям и, конечно же, его сотрудниками. Ну, а сегодня ближе узнаем тех, кто только готовится стать спасателем. И наши корреспонденты заглянули в лицей МЧС. Давайте. Посмотрим вместе. Передаю большой и пламенный привет лице МЧС, всему преподавательскому составу и офицерскому. Хочу сказать большое спасибо и очень много слов благодарности за то, что помогли мне определиться с моим путем по жизни и научили быть настоящим мужчиной. Сейчас Руслан Митькин учится на третьем курсе Университета гражданской защиты. О том, что свяжет жизни с погонами, не сомневался с детства. Уже в шестом классе, посоветовавшись с родителями, определился. Учиться пойдет в лицей МЧС. А после выпуска вопрос, куда поступать дальше, уже не стоял. По статистике, каждый второй выпускник лицея МЧС поступает в Университет гражданской защиты. Именно в этих стенах сейчас учатся и живут более полусотни бывших лицеистов. Нередко их выбор падает и на другие силовые вузы, все сделав закалки, которые прививают в лицее МЧС. Лицей МЧС единственный в стране. Это современный образовательный комплекс, в котором дети со всех уголков страны постигают азы военного и спасательного дела. Здесь есть все для качественного обучения, интерактивное оборудование в классах, современные спальные корпуса, бассейн, спортивный зал, музей и даже центр безопасности. У учащихся каждый день четкий распорядок и много физических активностей, что помогает добиваться больших спортивных успехов. Есть с кем гордиться. Основной у нас профилирующий вид спорта – пожарно-спасательный. И другие – дзюдо, самбо, плавание, многоборье. Мы являемся местом, где аккумулируется не только процесс обучения, а также вот в этом году мы принимали участие в «Спартаке Адил», заняли первое место общекомандно. Большую роль в лицее МЧС отводят творчеству. Ушли девчонки на войну и провожали мамы дни сквозь фронтовые бурь и грозы. Конкурс в лицее МЧС от двух человек на место. Попадают туда ученики замотивированные, готовые получить настоящее мужское воспитание в довольно юном возрасте. В ряды лицеистов принимают с седьмого класса. И что важно, при хорошей успеваемости из рядового можно дорасти до старшего вице-сержанта. Отличный бонус при поступлении в ВУЗ. Мне захотелось защищать людей, помогать им в принципе в жизни. Меня к этому тянуло вообще с детства. И после того, как я узнал, что существует лицей, то у меня сразу же загорелись глаза туда поступить. Я помню, когда учился в школе, у меня была хорошая учеба, пришли МЧСники и показали нам видео. Я давно считал профессию спасателя очень благородной, хорошей профессией, которая помогает людям. Я хочу стать патриотом своей страны и в будущем хочу поступить в Университет гражданской защиты. Я хочу быть спасателем. Пример старших товарищей показывает, если есть желание, достичь всего возможно. Я хотел бы пожелать упорства, терпения, потому что бывают разные преграды, вообще по жизни, по службе будут. Но главное всегда идти к намеченной цели и не сворачиваться в свой пути. Каждый курс учащихся лицея МЧС, а потом и Университета гражданской защиты – это шаг большой цели – спасать людей. И они, несмотря на трудности, идут вперед, чтобы однажды прийти на помощь кому-то из нас. Сотрудник атомной электростанции, будущий врач-кардиолог, еще тиктокер, товаровед и работник мясокомбината. Вот что их может объединить? Но если это загадка, то ответ на нее прямо за твоей спиной. Конечно же, путь к звездам на телеканале ОНТ, который продолжают участники музыкального шоу, а еще общее желание петь и умение добиваться своих целей. В прошлом выпуске выбирали сильнейших от Гродненской области. Ими оказались две Анастасии. Анастасия Архиреева – молодой товаровед. Когда-то давно предала себя и не поступила в музыкальный колледж. Выбрала серьезную и взрослую профессию. Но благодаря проекту у нее есть все шансы осуществить ту самую сокровенную и заветную мечту – выступать на большой сцене. Я отдаю свою звезду в команду Светланы Стаценко. Ваши громкие аплодисменты! Анастасия Пуляк! Еще одна Анастасия – Пуляк, студентка медицинского университета, будущий кардиолог. Все детство провела на сцене, но затем в момент бросила пение. Виной слова педагога о том, что таланта нет. Но вот настал час, и она доказала всем, что ее место в музыке. А уже в эту субботу будем вслушиваться в голоса Минской области. В этом выпуске также будут известны имена всех полуфиналистов самого народного музыкального шоу «Звездный путь». Проект ОНТ все ближе к развязке. Не пропустите! Итак, специальный приз жюри конкурса неигрового кино. На фестивале «Листопад» получил фильм белорусского режиссера Владимира Луцкого «Лахва. Цена свобода». Лента рассказывает о трагическом дне 3 сентября 1942 года. Узники местного гетто подняли бунт против нацистов и полицаев. Мы подробнее расскажем об этой картине и ее истории. До войны «Лахва» была типичным полесским местечком, где жило немало евреев. На оккупированной нацистами территории все они были обречены на уничтожение. Унижения, побои, непосильный труд и гетто были лишь началом. После наступило время окончательного решения еврейского вопроса. Утром 3 сентября 1942 года «Лахву» окружили каратели. На большие экраны фильм вышел в 80-ю годовщину жестокой расправы немцев над евреями в «Лахве». Был полный зал, и после этого фильма было обсуждение. И подошла ко мне старенькая женщина. И она с такой любовью, с таким человеческим, каким-то благодарственным чувством, она целовала мои руки, мои руки. И благодарила, и говорила, вы сделали невозможное. Вы напомнили мне те события, которые пережили во время войны мы, когда здесь ее в гетто ее родителей в яме этой сожгли, уничтожили. Понимаете? В планах немцев было уничтожить всех евреев местечко. Но отчаявшиеся люди решились на восстание. Шансы на успех в схватке с вооруженными карателями были близки к нулю. Тем не менее, из двух с половиной тысяч евреев 150-ти удалось спастись. Их воспоминания и легли в основу фильма. Я должен отметить здесь работу и участие в фильме Татьяны Васильевны Конопадской. Это журналист, краевед из Лунинца, который бережно сохраняет эти материалы, который следит за всей этой историей своего родного края. Она в контакте с людьми, с родственниками тех, кто участвовал в этих событиях. И когда мы прочитали воспоминания участников, реальные воспоминания, мы поняли, что, конечно же, никакой дикторский текст, никакие наши даже самые лучшие слова не могут сравниться с той глубиной драматизма, эмоциональностью, которые заложены в этих воспоминаниях. Помогали съемочной группе и старожилы Лахвы. Они делились своими фактами войны. Почти 90-летний Федор Сахванович при рассказе не мог сдержать слезы. Тогда мне было 10 лет. Никогда не забуду, как немцы издевались над людьми. Представляете, вместо коня запрягали в повозку евреев. Заставляли несчастных катить этот воз, а на него еще местного мужика посадят с гармошкой. И фотографируют. Только нелюди могли поступать подобным образом. Уникальность фильма не только в абсолютной достоверности и даже не в том, что масштабные съемки длились всего два дня. На площадке были задействованы десятки непрофессиональных актеров. Принимали участие, что очень важно, местные жители. Жители этой деревни, Лунинца и очень много молодежи. И здесь не только школьники, но и педагоги. И снимался в одной из главных ролей директора местной школы Александр Николаевич Ирохович. В роли Берла Лопатина, руководителя местного юдинрата. Но важно, что он не просто снимался. У них в школе есть музей. И дети, ребята, которые снимались в фильме, они, конечно же, увидели своими глазами и почувствовали на себе. «Лахва. Цена свободы». Фильм, где каждый эпизод – реальная история боли и отчаяния. Работу по достоинству оценили на Международном кинофестивале «Листопад». Она получила специальный приз от жюри конкурса. Я думаю, ту оценку, которую получил фильм на нашем Международном кинофестивале «Листопад», она достойная оценка. Она заслуженная оценка. Потому что там есть тот человеческий дух, та правда жизни, то отношение к жизни, которое мы должны испытывать и, как говорится, передавать из поколения в поколение, сохраняя ту память о тех, кто безвинно погиб в годы геноцида. Еще я обещал себе рассказать правду об этой трагедии всем, кто хочет о ней знать, и тем, кто не хочет. Всем. Всему миру. В зимнюю погоду проводить время на свежем воздухе – это одно удовольствие. Я думаю, вы согласитесь со мной, особенно когда минус 10 на улице, там минус 15, правда. Но сейчас погода комфортная, и в столичном микрорайоне Веснянка уже готова лыжная трасса, работают снежные пушки, лыжня принимает любителей активного отдыха круглосуточно. И вот важные моменты – экипировку можно взять на прокат всей семьей. Это тот случай, когда движение жизни, поэтому тему здоровья мы продолжим в нашем постоянном проекте. Для нормальной работы человеческого организма необходим целый перечень витаминов, минералов и прочих полезных компонентов. Особое место среди них занимает лютеин. Он представляет огромную ценность для здоровья и не синтезируется организмом человека. Давайте разберёмся в теме подробнее. Лютеин – это пигмент, который содержится в растениях и серьёзно влияет на остроту зрения. Это вещество накапливается в сетчатке, укрепляет стенки внутриглазных сосудов и улучшает способность видеть в сумерках и темноте. А в чём ещё польза лютеина для организма? Лютеин благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Его используют при лечении атеросклероза, профилактике инфаркта, инсульта и сердечного приступа. Также он обладает антиоксидантными свойствами. Необходимо отметить, что лютеин помогает не накапливаться холестерину, тем самым предотвращая тромбообразование. Чувство жжения и сухости в глазах, нарушение фокусировки, общее ухудшение зрения – это признаки, которые говорят о недостатке лютеина в организме. Кстати, вещество необходимо новорождённым детям, так как защищает сетчатку глаза от повреждений сразу после рождения. А в течение первого года жизни это особенно важно для адаптации глаз и сохранения здорового зрения. А какие продукты нужно употреблять, чтобы получать необходимую норму лютеина в день? Необходимо отметить, что лютеин человек может получать только с пищей. Наибольшее содержание лютеина содержится в шпинате, чёрной смородине, помидорах, кабачках, тыкве, апельсинах. Норма составляет 2 мг на килограмм веса. Исследования показали, что лютеин тормозит развитие злокачественных опухолей и является хорошей профилактикой новообразований. Употребляйте как можно больше овощей, это станет отличной защитой от многих патологий. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов и до новых встреч на телеканале ОНТ. Приснившееся варенье говорит о расточительности развлечений у вас на первом месте. По вас не кто-то вымазал вашу дверь вареньем? Ждите визитёров с жалобами на горькую отчасть и просьбами о помощи. Яблочное варенье снится к приятным известиям. Клубничное говорит о предстоящем любовном увлечении. Разлитое варенье во сне намекает на возможность влепнуть в неприятную ситуацию. Но каким бы ни был ваш сон, главное – не проспите утро. Это «Наше утро». Сегодня мы говорим о планах и о воплощении их в жизнь. Это касается, конечно же, и родительства. Ведь материнство – это не только счастье, но и ответственность. Чем раньше вы начнёте готовиться к беременности, тем лучше. Причём не только морально. Врачи сходятся во мнении. Оптимальный возраст для первой беременности – 20-29 лет. А после 30-35 лет можно планировать и второго ребёнка. Конечно, такие рамки условны. Всё зависит от состояния организма женщины. Но что очень важно знать – к беременности стоит готовиться. И это вовсе не чтение формов и измерения базальной температуры. Это важный этап, на котором стоит пройти полное обследование организма. Сонировать все очки инфекции хронические. И даже те, которые кажутся незначимыми, я имею в виду кариес, например. Потому что любой хронический очаг инфекции в организме женщины может потом вылиться большой проблемой для женщины и плодика, и в будущем для ребёнка. Естественно, у нас очень хорошо наблюдается за беременными женщинами, когда они становятся на учёт в женской консультации. Все исследования, все обследования проводятся. Но понятно, что всё зависит не только от женских консультаций, а от самой беременной женщины. Лишний вес может стать серьёзным препятствием к вынашиванию ребёнка. Ведь происходит изменение гормонального фона, увеличение нагрузки на почки и нарушение обменных процессов. Беременность на фоне избыточного веса чревата осложнениями как для мамы, так и для малыша. К слову, низкий вес также может помешать наступлению нормальной беременности. Однако коррекцию веса может назначить только врач. А ещё к моменту наступления беременности в организме должен быть достаточный уровень всех витаминов. Женщина должна получать с пищи не только белки, жира и углеводы, но и витамины, ими генеральные элементы. Основные источники, основные витамины, которые она должна получать, конечно, это витамины группы А, витамины группы Д, С, В, микроэлементы – это железо, цинк, медь, магний. Но основной витамин для беременности – это всё-таки фолиевая кислота. Фолиевая кислота содержится ведь и в продуктах, но это фалат, но он очень плохо всасывается и в организме, поэтому женщина должна получать таблетированную фолиевую кислоту в дозировке 400-600 микрограмм в сутки. Перед планированием беременности важно не сдать анализы на всё, а посмотреть те показатели, которые важны именно в вашем случае. Индивидуальный план составит врач. Из анализов для подготовки к беременности она должна сдать всё-таки флюорографию пройти, сходить на осмотр к участковому гинекологу для того, чтобы пройти ПЦР на уровень генитальной инфекции. Сдать лучше всего ещё, конечно же, и торч-инфекции, особенно краснуху. Если нет антител краснухи, значит, нужно сделать вакцинацию и отложить беременность на три месяца. Сделать РВМ и желательно пройти ещё кабинет патологии шейки матки для того, чтобы женщине сделали кольпоскопию. Теперь у вас есть подробный план подготовки к беременности. Остальное зависит от самой женщины. Здоровый сон плюс правильное питание и никаких стрессов. Помните, спокойствие и стабильность – лучшие условия как для будущей мамы, так и для ребёнка. Доброе утро! Наши постоянные зрители уже привыкли видеть каждое утро Павла Загмантовича, который даёт психологические советы, и к нему люди обращаются с самыми разными просьбами. Вот, например, Олег из Минска. Интересуется, как найти хобби? Ну вот наши телезрители рассказывают, что нравится ему многое. Он и фотографирует, и пишет музыку, и рисует, и занимается спортом, но успехов не может достичь нигде, потому что распыляется на всё. Да, и у психолога Олег спрашивает, как сосредоточиться на чём-то одном, и надо ли это делать? Доброе утро! Очень хороший вопрос. Подвох как раз вот в этой идее – достичь успеха. Хобби – это не деятельность ради успеха. Хобби – это деятельность ради удовольствия. Я. Вам нравится писать музыку? Пишите. Вам нравится фотографировать? Фотографируйте. Процесс – вот что важно в хобби. Вы можете писать, писать музыку, потом бросите полгода, не возвращаться просто потому, что не хочется, и это нормально. Распыляйтесь себе на здоровье. Это значит, что вы получаете удовольствие из многих источников. Это просто замечательно. Хобби вообще не надо делать работой. Оно перестаёт быть хобби, к сожалению. И это неправда, что человек нашёл работу как хобби, и всю жизнь там ходит весело. Это не так, к сожалению. Это было бы очень здорово, но разница принципиальная. Хобби – вы занимаетесь тогда, когда вы хотите. А работу вы работаете тогда, когда это нужно другим. И они готовы вам за это заплатить. Вот ориентируйтесь на это, занимайтесь своим хобби и распыляйтесь на здоровье. Красиво сказал. Я даже не знаю, что сказать, потому что мне вообще очень не нравится это слово хобби. Я люблю увлечения, занятия, навыки, да? Вот и всё. Ну, слушай, в Диснейе есть прекрасные русские слова. Друзья, задать вопрос нашему психологу можете и вы. Присылайте его на электронную почту «Утро собака.ОНТ.БАЙ». Республиканская акция «Ёлочка желаний» – отличная возможность стать на время добрым волшебником и подарить радость тем, кто в этом нуждается. Ёлки с рождественскими и новогодними пожеланиями детей установлены на почтах и крупных торговых объектах, а ещё в детских отделениях больниц по всей Беларуси. Поучаствовать в благотворительном проекте может абсолютно каждый. Каждый день у нас поступают в нашей команде десятки писем от деток. Все они очень трогательные, ручной работы, каждый пишет свои желания. И они в основном очень простые и понятные, поэтому всегда очень были бы рады, если бы вы присоединились к нашей акции. Как присоединиться? Достаточно просто. Переходите на наши информационные порталы, там есть ссылка на регистрацию. Также вы можете набрать нас по телефону, наша команда всё расскажет, как принять участие, приехать к нам на офис, взять письмо, выбрать подарок, который хотели бы подарить ребёнку. Такую акцию в новогодние праздники проводят уже более пяти лет, но на самом деле помощь круглогодичная. Присоединиться можно в любой момент. БРСМ объявил конкурс на лучший логотип 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и победы советского народа в Великой Отечественной войне. Да, этим утром у нас в гостях первый секретарь Минского областного комитета БРСМ Татьяна Крешевич и первый секретарь Держинского районного комитета БРСМ Александра Прокопчук. Татьяна, Александра, доброе утро и добро пожаловать в нашу уже почти зимнюю студию. Доброе утро. Татьяна, вы в должности первого секретаря Минского областного комитета БРСМ не так давно, с сентября. Как молодёжный лидер Минщины, можно так сказать, какие интересные инициативы уже удалось воплотить в жизни? Ну, в должности первого я, так сказать, с сентября, но до этого я исполняла, была в должности второго секретаря, поэтому работа идёт уже плодотворно с начала года. Это, наверное, самая такая инициатива, которая больше всего отозвалась среди наших ребят. Это акция «Сожжённые сердца Хатыни». Это, ребята, поступила такая инициатива по оцифровке именно мест, именно тех памятников, где были сожжённые деревни. Эта акция у нас проходит к 80-летию трагедии в Хатыни. Также из новых каких-то интересных моментов это у нас проходит акция «Уберём снег все вместе». Она сейчас очень актуальна, эта акция. Она прямо сегодня вот в данный момент проходит у нас в Клецком районе, в Держинском районе, в Вилейском районе. Ребята идут, помогают нашим одиноким старикам. Очень много у нас уже традиционных проектов, которые любят молодёжь, не только во всей республике, но и в Минской области. Это наши спортивные фестивали «Олимпия», это недавно прошёл у нас форум сельской молодёжи для ребят, которые трудятся непосредственно на селе. Это и комбайнёры, это молодые учителя, это и медики. Это форум «Село, территория развития», да? Да, да, да. Буквально 23-24 числа вот в эти два дня Клецкий и Несвежский районы принимали этот форум. Программа была очень насыщенная, и максимально старались показать и ребятам из других областей всю красоту Минщины. Мы посещали и какие-то передовые предприятия, организации. Награждали ребят, которые победили в этом году на республике в нашем конкурсе «Молодёжь за урожай». Это для водителей, комбайнёров, которые летом трудились. А в каком возрасте были участники форума? Это примерно возрастной ценз? 18-31 год. Ну какие все молодые. Да, именно молодёжь. Это ребята помогали, также присоединились к нашей вот этой акции «Эстафета тепла», которую, так сказать, подзарядил наш президент. Помогали по заготовке дров на зиму тоже одиноким нашим дедушкам и бабушкам. Вот смотрите, Александра, вам вопрос. Молодёжь, да? Всё-таки она стремится в столицу. То, что мы наблюдаем, окончим школу, всем хочется для начала как бы посмотреть, попробовать свои силы, получится ли они, получится ли. Что делает организация БРСМ для того, чтобы молодые специалисты всё-таки оставались в регионе? Регионы же живут у нас. Конечно. Несмотря на то, что наши молодые специалисты приезжают сюда и уже они немножко всё-таки знакомы с организацией БРСМ, наши всё-таки органы власти уже подготавливают им большую площадку для того, чтобы они приехали и уже жили, были места у них, места общежития, квартиры. У нас есть такая тенденция в районе сейчас, вот земельные участки для семейных пар, которые приезжают отрабатывать практику. Всё, ну это прекрасно. Это прекрасно. Земельные участки для семейных пар в Минской области, так можно сменить прописку, чисто говоря, если тебе до 31 года. Вот такая форма, как открытый диалог, есть у нас такой широкоформатный проект, он всё-таки очень способствует к живому общению, скажем, общению в неформальной обстановке. Мы приглашаем туда ребят, в первую очередь мы с ними знакомимся, ну спрашиваем, скажем так, что им бы было интересно, где может быть им необходимо в чём-то помочь. Ну берём, скажем так, их под своё крыло и в дальнейшем уже мероприятия в наши включаем интегрирование. Хорошо. Вы тоже как представители молодёжи, по вашим наблюдениям, вот всё-таки в последние годы молодёжь перестала так стремиться в этот резиновый Минск. Я думаю, что да. Я тоже обращаю внимание, что был период, когда очень, а сейчас как раз таки... Ну вот ещё очень важный момент, который мы хотели задать вопрос. Очень важен вот этот досуг, да, то есть люди должны отдыхать, развлекаться, иногда, ну всё-таки будем честными, в регионах не хватает вот этого движа, давайте скажем так, потому что мы говорим про молодёжь. Вот как в этом направлении вы работаете? Помимо диалоговых площадок, обсуждения общественно-политических, люди просто хотят иногда отдохнуть, развеяться, потусоваться, скажем так. Естественно, особенно семейные ценности у нас тоже в приоритете, так как много молодых специалистов именно семьями приезжают, да. И вот если брать медиков, к примеру, да, ну вот наша Дзержинская ЦРБ, у нас вот секретарь первичной организации, муж и жена, они вместе, да, посещают наши турфесты, то есть туристические слёты. Мы стараемся как-то сплотить больше вместе, да, ну чтобы они выходные всё-таки проводили, как-то, ну, не по отдалитам, не по дежурствам, скажем так, а вместе с нами. Выходные, это кино плюс актив. Допустим, кинотеатр, мы можем там провести какую-то игру по настольным играм, либо сейчас популярны эти цветные какие-то вечеринки, то есть прийти, каждый приходит. Нет, это классно, я помню, раньше в каждой деревне был клуб, при клубе была библиотека всегда, и там работало множество культурных программ, понимаешь, игры, что, где, когда, и то-то, опять-то, это всё общение, Дим, ты же знаешь, оно сближает. Ты знаешь, даже я, человек далёкий от деревни, знаю, что там есть клубы, и даже доводилось там бывать, вот библиотеки я там не видел, знаешь, иногда в целом повернутся, это уже... Нет, ну это здорово, а вот хорошо, что вышли на такую тему уже, лёгкую, свободную, Новый год до скорого, Мы в предвкушении все праздника. Мы знаем, что БРСМ всегда поддерживает все государственные акции. Это и наши дети, это и от всей души. Возможно, я что-то не перечислила, поделитесь. Чудеса на Рождество. У нас самый-самый такой большой топовый проект, который начинается с начала декабря, когда наши волонтеры, как сказочные гномы, собирают, открывают пункты сбора, ну, всяких канцелярских принадлежностей, того, чего необходимо нуждающимся семьям, деткам, которые находятся в трудножизненной ситуации. И в течение уже декабря, естественно, волонтерами, ну и просто активными ребятами Союза молодежи мы приезжаем, поздравляем, раздаем подарки. Стараемся также выезжать непосредственно, к примеру, в какие-то вот такие учреждения. То есть есть такая тоже у нас акция, как «Елка желаний». Разговариваем с ребятами, а что бы хотелось, чтобы Дед Мороз принес. Какие-то вот желания, стараемся приехать и поздравить, что Дед Мороз услышал ваши желания. Как-то поддержать. Те же самые волонтеры у нас, это постоянный Дед Мороз и Снегурочка. Многодетные семьи, какие-то неблагополучные семьи. Прийти тоже Дедом Морозом и Снегурочкой поздравить, какой-то сладкий подарочек принести. И при том, стоит обратить внимание, что это настоящие ребята, это настоящий Дед Мороз и Снегурочка. У них вот такая вот взаимосвязь с нашим Белорусским Республиканским Союзом молодежи. Они находят время в своем плотном графике, приходят, чтобы поздравить вас. Сказоченько. На самом деле, да, грядет вот этот аппарат торжества, и мы все в предвкушении. Поэтому желаем, чтобы в вашей жизни это волшебство тоже обязательно присутствовало. Спасибо вам большое. Ну что ж, дорогие друзья, напомним этим утром у нас в гостях. Были первый секретарь Минского областного комитета БРСМ Татьяна Клишеевич и первый секретарь Держинского районного комитета БРСМ Александра Прокопчук. В Заславле начали строительство новой поликлиники. 700 современных помещений станут на службу здоровья людей. Ну а вскоре здесь появится и стационарно-лечебно-диагностический корпус. Ну вот один лишь из примеров, когда запланированные объекты появляются в сроке и там, где они особенно нужны. О постановке целей и их достижениях мы говорим сегодня, а построить планы на этот день поможет лунный календарь. 29 ноября. 16 и 17 лунные сутки. Выяснение отношений сегодня неблагоприятно скажется на вашем самочувствии и на вашем будущем. Будьте рассудительны и трезво оценивайте ситуацию. Проводите очистку организма, насыщайте его витаминами. Сегодня организм особенно нуждается в железе, поэтому можно съесть, например, гранат или выпить гранатового сока. Для общения день благоприятен. Сегодня можно почувствовать гармонию взаимоотношений между родственниками, друзьями, супругами. Небольшие возмущения в геомагнитном поле. Сила ударов – два балла. Важное напоминание. Сложности делают жизнь интересной, а их преодоление делает жизнь наполненной смыслом. А вот когда смотришь фото «Было-стало» в социальных сетях, иногда даже не верится, на что способен организм человека, который поставил себе цель похудеть. На многое способен. Мы собрали несколько мотивирующих историй. Да, было время, Татьяна, было время. Анна Стофеева долгое время весила около 160 килограммов. В 22 года она приняла решение побороться с лишним весом и спустя еще два года сбросила 80 килограммов. Главной мотивацией для нее был свой возраст, на который она совсем не выглядела. Все давали девушке не меньше 35 лет, и это стало для нее главным толчком в новую жизнь. Роб Купер весил 215 килограммов. Из-за ожирения у Роба случился сердечный приступ, но событие послужило толчком к переменам в его жизни. Именно тогда Роб принял решение – ничто не собьет его с пути к здоровому телу. Молодой человек похудел на 136 килограммов, используя только естественные способы избавления от лишнего веса. Розали Брэдфорд доказала всему миру, что даже самая тяжелая женщина на планете всегда может измениться. С детства она любила хорошо покушать, и эта любовь к еде зашла так далеко, что в 1979 году девушка оказалась прикована к кровати из-за огромного веса. Ее максимальный вес достигал 476 килограммов. Специальное питание и упражнения помогли ей сбросить за год 190 килограммов. Мария Вестинская очень много ела в подростковом возрасте и весила около 100 килограммов. В 28 лет Мария вышла замуж. В счастливой семейной жизни вес дорос до рекордных 175. Тотальное голодание только подкосило здоровье, а переход на сбалансированное блюдо, подходящее ей по нормам, дал отличный результат. На весах заветные 75 килограммов. Дэвид Смит смог похудеть на 182 килограмма без хирургического вмешательства, к которому обращается внушительная часть людей с подобной проблемой. Причиной лишнего веса стало постоянное переедание в детстве. Только благодаря неиссякаемому оптимизму его девушки, всегда поддерживающей своего любимого, Смит решил, что пора менять жизнь. Взялся за себя и через некоторое время достиг потрясающих результатов. Всем еще раз доброе утро. В эфире у нас модный алфавит и буковка. Буковка П на очереди. Что-то у нас часто в последнее время буковка П на очереди. Потому что очень много интересных вещей на отвубуку. Вот, например, что ты знаешь, Дим, про Питера Пена? Питер Пен? Да. Это же тот сам мальчик, который не взрослел, не спешил вырастать, взрослеть. Ну, на самом деле, сейчас я не о герое сказки, хотя вот названа эта вещь, именно деталь гардероба, скажем так, в честь этого персонажа. На самом деле Питер Пен – это воротник. Вот так, друзья, всю жизнь жил с этим. Это та самая деталь одежды, которая выглядывала из-под сарафана в советских школьницах. Она же украшала нарядные платья 80-х годов. Ты хочешь сказать, что из-под сарафана советский школьниц выглядывал капиталистический персонаж? Питер Пен? Как-то не думала, но каждую неделю перешивала себе нового Питера Пена воротничок. Итак, воротник прославился и получил название в начале 20-го века благодаря бродвейской актрисе Мот Адамс. Она играла роль Питера Пена в 33 года, и милый воротничок должен был добавить ей детской непосредственности. Ну, вот такой. Ну, он снимается, понимаешь, эти воротнички. Они снимаются. Как и вся одежда. Питер Пен снимается. Далее, друзья, блузки с воротником Питер Пен сочетаются практически со всем. Их можно носить под сарафан или так, чтобы он выглядывал из-под свитера или жилетки. Воротнички инкрустируют стразами, украшают вышивкой или кружевом. В общем, это эффектное дополнение для платья классического силуэта. Ну да, действительно, мне кажется, любой человек с воротничком Питер Пен выглядит немножечко так по-детски, невинно. Непосредственно. Непосредственно. Легкость придается, да? Ну, сегодня я без Питера Пена, но с перламутровыми пуговицами, друзья мои. Это платье, новая модель моего любимого дизайнера. Заходите на мою страницу в соцсетях, что самое главное, в стиле Шанель, с карманами, тепленькое, зимнее. В то же время вечером можно и в театр в этом платье выйти. В общем, классика на все времена не только для деловой женщины, как я люблю, и в пир, и в мир. Ну, я согласись. Татьяна, я тебе что скажу? Учитывая погоду и холод на улице, платье должно быть уже не в стиле Шанель, а в стиле Шанель, понимаешь? Чтобы реально было тепло и ветер до костей не пронимал. Вот. Ну, разобрались, да, вроде как? Ты чего нехорошего бы мне про платье не сказал? Шикарно. Пусть люди скажут. А я многозначительно промолчу. Наше утро. Продолжаем. 29 ноября. Наше утро. И сегодня мы говорим о планах и способах их реализации. Если речь о социальной сфере, то процесс этот многоэтапный, потому что перед тем, как, допустим, построить поликлинику или школу, надо внимательно изучить запросы и потребности в конкретном месте. Вот. И именно для этого, Татьяна, идет постоянный диалог людей с властями. Выездные приемы, горящие линии и другие способы обратной связи уже зарегомендовали себя как эффективный инструмент решения проблем. С раннего утра у Натальи Маковчик поток людей. По всем вопросам идут в сельсовет. Многодетная мама пришла за помощью в выборе участка. Семья большая. Решились строить свой дом. Тем более и новый генплан развития агрогородка пришел. До конца года получат. Очень хороший район. Примыкание к реке Неман. Асфальтированная дорога. Рядом учреждения образования. Школа наша. Для горшского сельсовета жилье – вопрос особой важности. Деревня здесь уж точно не вымирает. Наоборот, активно стало строить дома молодежь. Работают в Гродном, он всего в 15 километрах, а живут на селе. Пустующих домов почти нет. Да и оставшиеся в цене. За одну базовую не купишь. Дома востребованы даже самые старенькие. Люди едут в отдаленный населенный пункт. И даже в этом году мы формируем земельный участок на самой литовской границе, деревне Шабаны. Кто бы мог подумать, что людям это будет интересно. Жить с комфортом, как в городе, хотят и сельчане. Потому работы у главы селесполкома хватает. Коммуникации, чистота, благоустройство в топе. После приема сразу в машину колесить по территории. А она немалая. Почти 30 деревень и 3000 населения. Плюс здесь же свободная экономическая зона. 200 гектаров предприятий. Все вокруг них нужно содержать в порядке. Первая остановка – деревня Новая Гожа. В одном из дворов только вчера положили свежий асфальт. Впервые с 81 года. Рядом Гожский полигон, а бывший военный городок теперь на балансе района. Среди жильцов много пожилых. Здесь, значит, у нас что осталось? Вот здесь вот два инвалида прижимают, да? Сделать вот этот вот пандус перенести туда, чтобы они могли идти вот здесь вот. Нужно проверить и качество работ. В помощь депутат. Местный людей знает. Решено навести порядок. После ремонта соберутся на субботник. Заниматься приходится всем. Это правда, потому что это не работа с документами. Это живая работа с населением. Кого-то надо из людей поругать, кого-то пожалеть, кому-то что-то посоветовать. То есть люди приходят с разными вопросами. Потому на связи 24 на 7. Всегда с телефоном в руках. А еще на каблуках и с прической. В круговороте дел Наталья Маковчик остается женщиной. Как все успевает? Тем более мама четырехлетнего сына отвечает просто. Хозяйство действительно большое и затратное. И надо за всем уследить. Не всегда все можешь увидеть, но с помощью таких помощников, как старосты, как депутаты, получается. Вернуться к тому, что один в поле не воин. По пути деревня Райста. Здесь главу селесполкома тоже ждут. Нужно решить, как узаконить большой сарай. Хороший, без такого в хозяйстве никак. Только вот на него ни одного документа. Кто строил и когда, уже и не вспомнить. Проблема популярная на селе. Технических документов на хозяйственную постройку никаких нет. Ни разрешительной документации. В последнее время хлопот добавила и граница. До Литвы отсюда рукой подать. В паре километров пункт пропуска Привалка. Где уже в который раз дальнобойщики простаивают в очередях по неделе и больше. И, конечно, хотят заправиться, заехать в магазин, приготовить, поесть и помыться. Их быт нередко ложится на плечи местной власти. Мы мониторим, чтобы были люди обеспечены продуктами питания, горячим питьем. Если кому-то какая-то необходимая медицинская помощь, конечно, мы на связи всегда. И так целый день, как белка в колесе. Наматывает не одну сотню километров. Ведь от того, насколько активен будет каждый на местах, зависит не только качество жизни отдельного села, но и всей страны. Надежда Завиновская, Александр Бажуков. Наше утро. Гродненская область. В преддверии Дня юриста на днях пройдет форум Союза юристов. Право в современном мире – это первая крупнейшая диалоговая площадка. Да, этим утром у нас в гостях исполнительный директор Белорусского Республиканского Союза юристов Ирина Орловская. Ирина, доброе утро. Доброе утро. Ну что, в преддверии Дня юриста, как я уже сказала, 30 ноября стартует форум Союза юристов. Называется «Право в современном мире». И это первая крупнейшая диалоговая площадка. Вот как возник вообще идея создать такую платформу? Ну, вы сами практически даете ответ. Первая крупнейшая площадка. Союз юристов всегда ставил своей целью организовать некую площадку для диалога. Сейчас очень большое количество тем правовых особенно. Которые требуют, прям кричат о том, что надо обсудить. Это первое. То есть организовать возможность пообщаться, обсудить актуальные правовые темы. И второе. Союз юристов – это республиканская организация, которая включает в себя и представителей со всех уголков нашей страны. объединить, дать возможность пообщаться, услышать, так сказать, из первых уст, от экспертов, то, что происходит в нашем правовом мире, в нашей стране. Я так понимаю, цели вы некие обозначили уже, да? Которые этот форум пересобу ставят. А как вообще проходила подготовка к этому мероприятию? Расскажите, пожалуйста. Ой, не могу сказать, что уже проходила. Проходить, конечно. Она идет активно, потому как форум предполагает работу сразу в пяти параллельных панелей. Но в панелях будут различные секции. То есть если так вот говорить совершенно простым языком, то это 22 конференции, мини-конференции на правовые темы пройдут параллельно. Вот в один день 30-го числа, второй день, это уже такая вот более знаковая подведение итогов того, что мы обсуждали в первый день. То есть двухдневная программа. Поэтому подготовка, конечно же, она и скрупулезная, и согласовать каждого эксперта, и выбор темы, и каким образом построить диалог, и кто отмодерирует программу. Здесь много вопросов организационных, но самое важное, чтобы вот этот форум дал возможность построить планы, какие необходимы темы, вот найти какие-то вопросы, которые будут возникать, услышать в диалоге, и подумать в будущем, каким образом, что может сделать союз юристов. Ну, в первую очередь, конечно, что могут сделать те государственные органы, которые отвечают за тот или иной вопрос, что можно предпринять, каким образом урегулировать, нужно ли еще обсуждение. То есть планы на будущее, я надеюсь, позволят построить именно наша площадка. Ну, вы уже затронули тему экспертов, да? Так кто же будет этими спикерами, и какие темы все-таки будут подниматься конкретно? Это и правовое регулирование криптовалюты блокчейна. Это киберпреступления. Это правовые механизмы защиты персональных данных, что у нас сейчас. Это и молодежная политика, и правовое просвещение. Это система правосудия в современных реальностях. Это правовые инструменты, которые позволят справляться с тем санкционным давлением, в которое попала наша страна. Это и юридическое сопровождение бизнеса. Это наша система законодательства, и какие перспективы у нее есть. Правосудие, как я уже говорила, оно стоит во главе, поэтому много раз можно и нужно о нем говорить. Это и народовластие, как форма участия граждан в управлении государством. Это и нельзя пройти мимо той темы, которая актуальна уже несколько лет у нас, которая борьба с фальсификацией истории. Наверное, вот такие темы. Что вы озвучили, это так интересно, это так актуально и серьезно. Мне кажется, еще возможно, я, конечно, предполагаю, будет вопрос связан с медиацией, поэтому это такое очень популярное направление сейчас, и мы об этом не раз говорили. Давайте, может быть, Ирина, прямо сейчас напомню нашим телезрителям, немножко в эту медиацию переключимся. Какие споры можно решить с помощью медиаторов? Споры, которые можно решить с помощью медиаторов? Семейные. На первом месте я бы всегда ставила семейные. Это те споры, которые возникают в школах и вообще в сфере образования. Это те споры, которые возникают между двумя предприятиями юридическими лицами. Это трудовые конфликты. По сути дела, очень-очень многие споры и даже уголовно-правовые конфликты можно урегулировать в медиации, если это возможно. Но вообще услуги медиаторов, они, наверное, набирают обороты все больше и больше. По сути дела, в нашей стране мы начинали такой бизнес медиации, да? Вот начинали между юрлицами. И это здорово, тема интересная, важная, ее нужно продвигать. Но в нашей стране медиация стала развиваться после того, когда мы вот социальную функцию медиации, когда мы пришли в школу, когда ребята стали своим родителям говорить о том, что такое есть и что это замечательно. Когда родители стали обращаться, когда они услышали, что в этой процедуре можно урегулировать и свой семейный конфликт, если он есть, урегулировать все вопросы, которые возникают, казалось бы, минимальные, но, и может, не стоит обращать внимания, но за ними обращаются. И последний год, если вот говорить о статистике нашего центра, то обращаются очень много за разрешением школьных конфликтов, которые вот возникают в сфере образования. Какие положительные моменты несет в себе развитие вот этого института досудебного приверения? Это тот инструмент, который позволяет в условиях вот даже сложных, серьезных конфликтов все-таки сохранить между собой, пусть не дружеские, но... Человеческие отношения. Человеческие отношения. Это вот, вы мне спасибо большое подсказали, это тот инструмент, который очеловечивает и позволяет людям начать между собой говорить. К сожалению, наше время такое быстрое, и ритм достаточно быстрый, и нам проще написать, нежели позвонить и поговорить, а вот и этого не хватает. Вы знаете, недаром в тему или не в тему, на свадьбах, особенно поколения постарше, вот бабушки, дедушки, говорят такие важные слова, которые многие не замечают, разговаривайте друг с другом. Разговаривайте друг с другом, дорогие. Не могу не согласиться. Это важно в это время. Спасибо вам огромное. Ирина, мы вот не знаем, можно заранее или нет, но все-таки поздравляем вас, как юриста, тоже с вашим профессиональным праздником. А этим утром у нас в гостях была исполнительный директор Белорусского республиканского союза юристов Ирина Орловская. Но вот чем не повод улыбнуться? Стоматологические услуги для белорусов станут дешевле. Ожидается, что документ, который это регламентирует, вступит в силу уже к концу года. Изменения коснутся и государственных, и частных клиник. Анализ показал, что некоторые неоправданно завышали ценник, а максимально допустимый тариф установят на все услуги. Под особым контролем терапия, хирургия и ортодонтия. К постановлению приложат инструкции с современными методиками лечения. Все эти виды деятельности, они, конечно же, определяют все современные методики и подходы в лечении, профилактике, диагностике стоматологических пациентов. В связи с того, что мы пересмотрели все наши клинические протоколы, мы пошли следующим путем по разработке новых норм времени и расходов материала. По предварительному анализу снижения по отдельным услугам будет достигать 33 до 47 процентов. Допустим, на услугу по удалению молочного зуба до 33 процентов. На услугу лечения среднего кариеса до 47 процентов. Необходимо будет вернуться к вопросу снижения уровня затрат на оказание медицинских услуг в стоматологии. Также мы рассчитываем на то, что коммерческий сектор также будет нацелен больше на экспортное развитие, в связи с тем, что постановление не будет распространяться для иностранных граждан. Их экономика может формироваться за счет оказания услуги иностранным гражданам. Бесплатным остается обслуживание в государственных стоматологиях. По статистике на одного человека 4 посещения в год. Время ожидания приема по записи в среднем 2 недели. Экстренные помощи в день обращения без записи. Говоря о целях и их достижениях, уместен будет пример экологической политики Беларуси. Сохранить природу помогает долгосрочное планирование и наблюдение. И это дело не одного десятилетия. Мы тему раскроем в продолжении нашего эко-проекта. Беларусь – экологически чистая страна. Эту фразу наверняка слышали все и даже за пределами государства. А первые слова туристов обычно звучат так. Как у вас красиво и чисто. А дышится-то как. Достижений в столице и в стране и вправду много. Например, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились в 3,5 раза. Динамику показывает и переработка вторичных ресурсов. Цель 99 становится еще ближе. Если несколько лет назад еще большая часть отхода у нас вывозилась на свалку, то в настоящее время созданы мощности по переработке как шин, так же и асфальтобетона, так же и последнее время у нас идет сбор как раз-таки и лекарственных средств, и батареек. Все это, конечно же, способствует улучшению экологической обстановки в городе. Несмотря на то, что Минск достаточно крупный мегаполис, на улочках и в парках легко можно встретить краснокнижников, зимородки, малые выпи и вочерничная лилия кудреватая. И это далеко не все. В городе у нас расположено 47 парков, 172 сквера, 30 бульваров, 4 особо охраняемые природные территории, а также 8 памятников ботанических местного значения. Ну и также хотелось бы отметить, что в последнее время получило распространение это создание экологических троп в городе Минска, которое начиналось в 2016 году, и на сегодняшний момент такие тропы существуют у нас во всех административных районах, и они постоянно расширяются. Сегодня акцент делают и на экологическом воспитании и образовании молодежи. Как пример, столичный проект «Зеленые классы белорусской столицы». Этот проект был начат в 2019 году, и на сегодняшний день в нем участвуют свыше 1700 школьников. Также этот проект расширяется, увеличивается количество, и школьники в рамках этой деятельности посещают экотропы, различные места в городе, водоемы, и изучают как раз-таки экологию города. Также они знакомятся с теми мероприятиями, которые необходимо делать, чтобы экология города улучшалась. Кстати, проведение экологических праздников и проектов в Минске уже давно добрая традиция. Например, акция «Кто, если не мы» или «День без автомобиля». А все для того, чтобы наш город и страна стали еще чище и краше. Алина Прокодина, Тимофей Беляев. Наше утро. Инновации для качественного роста и развития национальной экономики. Минский городской технопарк – это место, где монетизируют разработки талантливых предпринимателей. Биотехнологии, машиностроение, электроника, робототехника направлений много. Какие условия созданы для ведения бизнеса и что за преимущества есть у его резидентов в нашем проекте «Минскфайлз». Развитие технопарков – одно из самых успешных направлений инновационной политики нашей страны. Это и поддержка талантливых предпринимателей, и производство высокотехнологичной продукции, и источник новых рабочих мест. Крупнейший технопарк Беларуси – Минский городской. Он объединяет 54 компании, которые размещаются на трех площадках. Мы находимся там, где зарождался технопарк – на улице Солтеса, ведь именно здесь больше всего предприятий резидентов – 43. Резидентами технопарка мы стали с 2015 года. Они, наверное, из первых. На наших глазах все это поднималось, строилось. Сюда вложены огромные ресурсы, и, конечно, это огромная поддержка для компаний, для продвижения нашей продукции, для разработок новых во всех сферах. Наша основная деятельность – это пассивная защита, это противопожарные, поленепробиваемые, противозломные окна, двери, перегородки на одном и том же профиле. Мы единственные в Республике Беларусь, работаем на остальном профиле. Чем занимается Ваша компания, и почему в качестве площадки Вы выбрали именно технопарк? Наша компания занимается производством программно-аппаратных комплексов. Это умное решение для города, для граждан, для удобства всех, кто пользуется и службой «Одно окно», и банками, и аптеками, и почтовой связью, и другими организациями, которые используются в электронной очереди. Городской технопарк дает немало ощутимых льгот, преимуществ и привилегий, такие как комфортные офисы с пониженной арендной ставкой для резидентов технопарка. Ставка налога на прибыль у нас составляет 10%. Также мы имеем большую возможность принимать участие в выставках, которые организовывает тот же технопарк. И для резидентов технопарка это бесплатно. Стать резидентом технопарка несложно. Главное – перспективная идея. При этом она может быть не новой. Модернизация уже существующего продукта – тоже инновация. Потенциальный резидент подает заявку, которую рассматривает совет. После экзамена и положительного решения экспертов можно стартовать. Пройдя экспертный совет, предприятие получает, как мы говорим, мандат наступления. Мы с ним подписываем два договора. Один – договор аренды, в котором описываются площади, в которых они будут находиться, а другой – резидентский договор на осуществление инновационной деятельности, где он гарантирует, что он будет заниматься именно тем, что представил на экспертном совете. Ну и таким образом к нам въезжают, размечаются. У нас вся инженерия уже разведена, и надо только поставить, подключить оборудование и заниматься выпуском своей продукции. Самые разнообразные. Мы на рынке, на республике уже не первый год, восьмой. У нас есть определенный ассортимент продукции. Мы снабжаем аптечную сеть изделиями медицинского назначения. Различные растворы. У нас две площадки. Первая площадка, на которой мы еще продолжаем наше производство, первоначальная. И вторая площадка, на которой мы осваиваем. Она находится вот здесь, в технопарке. Поэтому у меня есть возможность сравнивать условия там и здесь. И если по необходимости нам надо создавать идеальные условия, температурные, воздушный режим и прочие вещи, солидарно-бытовые, то там, на той площадке у нас всегда возникают вопросы, нам надо содержать соответствующий персонал. Здесь, спасибо большое технопарку, у нас этих проблем нет. Отопление, освещение, электроснабжение. Если какие-то, не дай бог, поломки, в эту же минуту приходят люди на помощь и делают все то, чтобы наша, так сказать, продукция производилась и не останавливается технологический процесс. Для начинающих предпринимателей технопарк – реальная возможность запустить успешный стартап. Это своеобразный бизнес-лифт, и развитие индустриальных кластеров будет продолжаться на благо города и страны. Наши утра на ваших экранах, и поговорим о прекрасном. Как зарождается любовь, неизвестно. Писал Чехов на сцене Билгу с филармонии. Артисты Московского театра имени Антона Павловича зачитали историю любви. Ну что же, приглашаем и вас в зрительный зал. Минск услышал истории любви. Их рассказали актеры легендарного МХТ имени Чехова. На один вечер место встречи изменили на Минскую филармонию. Вообще, в московском художественном спектакль приурочили сразу к двум красным датам в календаре – век с четвертью МХТ и семидесятилетию маэстро Юрия Башмета. Он же и правит литературно-музыкальный бал. Открыл занавес худрук театра Константин Хабенский. Есть режиссер спектакля, есть идейный вдохновитель спектакля. Я исполнитель в этом спектакле. То, что вы сегодня увидите, это будет представлено в одном действии. На сцене художественного театра идет в двух действиях. Больше актеров занято, больше рассказов. И, соответственно, зритель, наверное, получает, скажем так, более многогранную эмоцию. Потому что разные голоса, разные рассказы. Но мы ничуть не обедняем сегодняшнего зрителя, собрав вот такую вот одноактовую историю. Потому что, на мой взгляд, и прекрасные рассказы, и музыка замечательная. В Минске снова солисты Москвы. А ансамбль на сцене вместе с артистами. В спектакле не одна история. Под сводами филармонии звучал Чехов, Горький, Вампилов. Полтора часа без антракта. В зале, как и полагается, аншлаг. Ну что, Татьяна, как там говорят народе? Вижу цель, не вижу препятствия. Такая мотивация, конечно, помогает. Но лучше всего, как показывает опыт, тщательно планировать ваше будущее. Это работает и в политике, и в экономике, и даже в личной жизни. Причем, на всякий случай, желательно иметь план «Б», если что-то пойдет не так. О готовности к непредвиденным ситуациям, кстати, поговорим завтра в эфире. Точнее, поговорят наши коллеги. Предупредим, вооружим, раскроем тему. Ну а на сегодня все. С вами были Татьяна Рудаковская. Дмитрий Терехов. Всем отличного дня. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова